Добрый вечер, это новости на телеканале Енисей, в студии Александр Деков. И вот главные темы этого дня. В Красноярске до понедельника продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Какое предписание по исправлению ситуации получили администрация города и ЦБК? Мы сейчас рассчитываем, чтобы рабочая группа быстрее отработала, быстро и в то же время качественно отработала проекты, по которой мы будем проводить работу, подготовили экспертное заключение, чтобы уже можно было заходить и безопасно работать. Должников автомобилистов ограничат в правах на вождение, начиная с сегодняшнего дня. За что можно лишиться прав и как будет работать новый закон? Водительское удостоверение у должника никто измать не собирается. Но должник знает об этом, поскольку будет предупрежден лично судебным приставом о том, что он в своем праве ограничен. Врачи Краевого онкоцентра провели уникальную операцию молодой женщине. Почему вместе с онкологами работала бригада врачей перинатального центра? Существует у нас специальная комиссия, куда представители медицинского университета входят наши специалисты, все ведущие. И мы на этой комиссии обсуждаем, вырабатываем план ведения данной пациентки. Замерзающих в Красноярске цирковых животных из уехавшего шапито сотрудники МЧС перевезли сегодня в теплое помещение, как проходила операция по спасению верблюдов и медведей. Специфическое мероприятие, которое, я уже напоминаю, не входит в функцию, но тем не менее МЧС России в лице специализированной пожарно-спасательной части этим мероприятием обязательно занимается. Обстановка на территории Енисейского ЦБК признана близкой к чрезвычайной ситуации. К такому выводу сегодня пришли эксперты на профильной комиссии. Склад тлеющих опилок уже не один месяц отравляет воздух. О решениях, которые приняли в городской администрации, расскажет Сергей Сеславин. В администрации Красноярска сегодня прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ней приняли участие в том числе представители надзорных органов МЧС и ученые. Эксперты доложили о ситуации, сложившейся на территории Енисейского целлюлозно-бумажного комбината. Там уже несколько месяцев тлеет огромный объем опилок. То есть один гектар, кубатура 100 тысяч и высота около 15 метров. Ввиду неправильного хранения и нарушения правил пожарной безопасности, вот сложилась данная ситуация. Я хочу дать краткую характеристику от объекта горения, чтобы правильно принять решение, как это потушить. Произошло самооспламение и самовозгорание за счет того, что смесь несортированных древесных отходов сложены в кучи, повышенная влажность этой кучи, наличие грибов и бактерий, все это привело к самовозгоранию. А между тем, этот тлеющий склад беспокоит красноярцев с сентября прошлого года. С этого времени в службу 205 стали поступать звонки от жителей Ленинского района с жалобами на запах горения. Тогда была создана рабочая группа с представителями администрации Красноярска и управления Росприроднадзора по краю. Однако, собственник ЦБК никак не реагирует на многочисленные обращения. В течение двух месяцев юридическое лицо не исполнило те предписания, которые мы им выдали. Соответственно, задние исполнения предписания, они также были привлечены к административной ответственности. Протокол был направлен в судебные органы. У нас совместная работа проводится с органами прокуратуры, организованы соответствующие рейды, также на это предприятие заходят инспектора. По итогам заседания комиссии в оперативном порядке была создана рабочая группа с участием специалистов проектных организаций, научного сообщества, надзорных органов и других ведомств. Ситуация на территории Енисейского ЦБК представляет угрозу чрезвычайной ситуации. Нам сейчас необходимо как можно, мы понимаем, что быстрее начинать работы по локализации данного очага. Мы сейчас рассчитываем, чтобы рабочая группа быстрее отработала, быстро и в то же время качественно отработала проекты, по которым мы будем проводить работы, подготовили экспертное заключение, чтобы уже можно было заходить и безопасно работать. Ситуацию взяла под контроль и природоохранная прокуратура. В суд направлено административное исковое заявление в отношении администрации Красноярска и Енисейского ЦБК. Ведомство требует ликвидировать возгорание отходов и провести рекультивацию земельного участка. Сергей Сеславин, Анна Московских. Новости. Между тем, состояние воздуха каждый день проверяют в лаборатории управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Исходя из результатов исследований и прогнозов, метеорологов и выносится решение, будет ли установлен в городе режим неблагоприятных метеоусловий. Сегодня моя коллега Анна Московских побывала в лаборатории и узнала, как и на что проверяет воздух. Эта лаборатория по мониторингу за загрязнением атмосферного воздуха. Каждый день здесь проводят десятки анализов. И именно от их результатов зависит, будет ли установлен в городе режим неблагоприятных метеоусловий. Пробы привозят рано утром. Их собирают с восьми стационарных постов, расположенных по всему Красноярску. Черные пакеты расходятся по помещениям лаборатории. У каждого специалиста свой элемент для проверки. Воздух изучают на наличии оксидов азота, серы, фтор и хлор, содержащих соединений. И даже на наличии взвешенных частиц или попросту пыли. Мы берем фильтр, на котором уже отобрана проба, и на весах взвешиваем. Содержание пыли на этом фильтре составляет 0,6 мг на метр кубический, что превышает ПДК на 0,1. А это уже лаборатория по определению в воздухе ароматических углеводородов. Это вещества, которые в большом количестве попадают в него из выхлопных труб автомобилей. Пробы приходят в трубочках с сорбентом. Их помещают в специальный прибор – термодесорбер. В этом приборе происходит извлечение пробы. Затем пробы переходят в хроматограф, и здесь уже происходит ее анализ. Буквально несколько секунд, и результаты проб появляются на экране монитора. Пики на графике – это не максимумы, как можно было бы подумать, а моменты выделения из пробы каждого конкретного вещества. Результаты же, по крайней мере, дня сегодняшнего, довольно неплохие. Бензола получилось в 10 раз меньше, талуола в 20 раз меньше, ПДК. Этилбензола в 2 раза меньше, ксилолы вообще в 10 раз меньше, этилбензол в 10 раз меньше, кумола практически нет вообще. Практически не выявили в лаборатории и формальдегидов. Превышение по нему характерно для лета, говорят эксперты. В целом же, результаты сегодняшнего дня хоть не намного, но лучше, чем в середине недели, рассказывает руководитель лаборатории Галина Кабардина. У нас наблюдались 13-го числа, были повышенные концентрации по диоксидам азота, почти по всем постам в городе Красноярске. И были 14-го тоже повышенные концентрации, даже наблюдались превышения по пыли, по оксидам азота были превышения, и по оксидам углерода были превышения концентрации. Все результаты анализов отправляются в отдел информации. Их соотносят с прогнозом погоды на текущие и следующие дни. По совокупности факторов принимают решение, будет ли в городе введен режим неблагоприятных метеоусловий. Информация об этом передается в администрацию города, Министерство природных ресурсов, Управление Росприроднадзора, Роспотребнадзора и другие контролирующие органы. И обязательно на предприятия краевого центра. У каждого предприятия существует том, утвержденный, разработанный, предельно допустимых выбросов. В этом томе имеется раздел о работе конкретного предприятия в тот или иной период НОУ. То есть при первой степени опасности, при второй, при третьей и так далее. Предоставляют они протоколы замеров своих атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны? Это точно. То есть в контролирующие органы и нам в частности. Отчет свой о проведенных мероприятиях они по окончанию периода НОУ обязаны выслать и они высылают опять же в контролирующие органы. Все эти документы передают и в Центр мониторинга. В течение трех дней после окончания периода НОУ здесь готовят справку о том, насколько воздух очистился и стало ли горожанам легче дышать. Правда, красноярцам в ближайшее время ждать таких новостей не стоит. Режим неблагоприятных метеоусловий продлен и на выходные. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости. К слову сказать, на выходных будет холодно и бесснежно. По прогнозам синоптиков, ночью в субботу ожидается от минус 30 до минус 32 градусов. Днем в первый выходной немного потеплеет до минус 28. Однако ночью с субботы на воскресенье столбик термометра опустится аж до минус 34 градусов. Днем ожидается минус 27-29. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. По словам специалистов, сейчас на улице холоднее на 13 градусов, чем обычно в этот период времени. Подобные температуры держатся на всей территории Красноярского края. Кроме севера, над Норильском завис циклон, который принес тепло. А вот ветер в краевом центре подует не скоро. Первую половину и даже начало второй половины следующей недели мы не ждем ничего каких-то изменений. То есть все время будет вот так. И дверьки у нас не разрушаются, то есть нечем фактически разрычивать. Нужно такое глубокое барейское образование, как циклон, чтобы воздушную массу перемешать. Это у нас на высоте полутора километров, северация минус 15 градусов, а у земли по 23-28 градусов. То есть инверсия. Инверсия дословно обратный ход, так сказать. То есть тонкая пленка холода прилипла к поверхности земли. В связи с наступающими крещенскими морозами напоминаем, что в сильные холода дети могут не ходить в школу. Причем температурную границу определяют сами муниципалитеты. К примеру, в Красноярске ученики начальных классов могут смело оставаться дома, если на улице минус 32 градуса. Старшеклассники смогут пропустить занятия при минус 35. В Енисейске эти цифры на 3 градуса ниже. Малыши смогут не идти в школу, если температура упала до 35 градусов мороза. Ученики 5-11 классов, соответственно, при минус 38. В силу того, что Красноярский край очень протяженный, с разными климатическими условиями, где-то большое влияние имеет ветер, где-то температурный режим очень низкий, поэтому самостоятельно принимают. И в данном случае обучающиеся могут не посещать занятия. Если дети пришли в школу, для них организовывается индивидуальная работа, либо групповая работа, если детей много. По учебным занятиям, согласно расписанию. Поэтому в этом смысле дети, которые пришли в школу, остаются под контролем учителей. Сотрудники ГИБДД просят водителей без острой необходимости не выезжать на своих автомобилях за город в сильные морозы. На дорогах будут дежурить экипажи, готовые оказать помощь автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию, когда, например, заглох двигатель. Также сотрудники дают свои рекомендации. Необходимо перед поездкой заправить полный бак топливом, взять с собой дополнительный комплект теплой одежды и зарядить телефон, для того, чтобы при возникновении ЧП вызвать помощь. Когда сильные морозы, даже исправный автомобиль может повести себя непредсказуемо. Очень опасно остаться одному на трассе, особенно в сильные холода, в вечернее и ночное время, когда поток падает практически до нуля, и есть такая вероятность, что проезжающие водители не смогут оказать помощь. И именно в связи с этим мы даем такие рекомендации. Вступил в силу закон об ограничении прав вождения транспортных средств для должников. Как это будет работать, расскажем далее. Сегодня вступили в силу поправки в ряд федеральных законов, согласно которым за долг свыше 10 тысяч рублей судебные приставы могут ограничивать граждан в праве управления автомобилем, мотоциклом, катером или даже самолетом. Самая многочисленная категория должников – это автомобилисты. Какое наказание ждет тех, кто все-таки сядет за руль, зная об ограничении прав, в репортаже Андрея Стародыма. По подсчетам службы судебных приставов, в Красноярском крае более 30 тысяч человек могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством. Причем 11 тысяч из них – это должники по алиментам. Другая многочисленная категория должников – это те, кто не платит за штрафы ГИБДД. И если сумма задолженности превысит 10 тысяч рублей, а в отношении должника открытое исполнительное производство, то судебный пристав может ограничить право на управление транспортом, вручив должнику соответствующее постановление. Эту норму можно сравнить с ограничением права выезда для должников за пределы Российской Федерации. Здесь тоже судебный пристав не изымает у должника заграничный паспорт. Это не нужно делать. То есть должник сам понимает и осознает, что, имея задолженность, он не сможет покинуть пределы Российской Федерации. То же самое и здесь. Водительского удостоверения у должника никто изымать не собирается. Но должник знает об этом, поскольку будет предупрежден лично судебным приставом о том, что он в своем праве ограничен. Данные об ограничении прав в тот же день будут направлены в ГИБДД и занесены в базу. Так что не стоит поддаваться искушению проехаться на автомобиле, имея водительское удостоверение, но ограниченное право. Наказание для нарушителя либо 50 часов общественных работ, либо реальное лишение водительского удостоверения на год. И на сбои в работе базы данных ГАИ надеяться не стоит. В настоящее время, ввиду того, что изменения только введены, между нами достигнута договоренность о том, что все эти документы будут поступать наручно и вноситься в течение суток. На первых этапах шанс того, что в отношении кого-то из должников информация не будет внесена в базу данных, ГОИ исключена полностью. Впрочем, как только должник выплатит деньги, ограничение будет снято в течение суток. Пока судебные приставы не вынесли ни одного постановления об ограничении прав на управление транспортом, однако обещают, что с понедельника такие решения станут обычной рабочей практикой. Так что у должников еще есть время, чтобы заплатить. Андрей Страдым, Андрей Крупнов, Алексей Гусев. Новости. В седьмой гимназии Красноярска уже в понедельник начнутся уроки. Как обновилась школа и сколько длился капитальный ремонт, расскажем после рекламы. Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу «Дельфины и пираты Карибского моря». 231-64-64. Торговый центр «Домер». Санаторий-профилактория «Березка» – это санаторно-курортное лечение и отдых для любого возраста. С 1 по 29 февраля на все путевки 10-процентная скидка. Телефоны в Зеленогорске 938-00-938-80. «Енисей» против «Байкала». Фантастический матч на Красноярском льду. В борьбе за суперкубок 17 января 2016 года на стадионе «Енисей» – бойство стихий. Кто завоюет первый в новом году трофей? Действующий чемпион или обладатель Кубка России? Узнаем 17 января. Начало матча в 14.00. Продолжаем выпуск. В краевом онкологическом диспансере прошла редкая операция. Ее провели беременные женщины с диагнозом рак груди. Ездили лолики сревосечения, а сразу следом мастектомию. Вся операция делась 4 часа. Роды проводились со спинальной анестезией. Роженица находилась в сознании. На свет появился мальчик ростом 52 сантиметра и весом более 3 килограммов. Малыша сразу осмотрели врачи. По предварительным данным, ребенок здоров. А маме малыша провели удаление пораженного опухолью органа. Сейчас женщина находится в реанимации под наблюдением. Ее состояние стабильное. Как отмечают врачи онкодиспансера, подобные операции проводятся 5-6 раз в год. Во время беременности женщины проходят специальное обследование и узнают об онкологическом заболевании, которое пока не проявило себя. Медики берут такие случаи под особый контроль и в конце беременности проводят вот такие двойные операции. В принципе у нас эта технология отработана и много лет мы вот ей пользуемся. И у нас роды бывают в разных отделениях. В абдоминальном отделении, в урологии, в гинекологии, в мамологии. Существует у нас специальная комиссия, куда представители медицинского университета входят наши специалисты, все ведущие. И мы на этой комиссии обсуждаем, вырабатываем план ведения данной пациентки. В Красноярске после капитального ремонта открывается гимназия номер 7, в которой будут учиться более 700 школьников. А здание образовательного учреждения полностью отремонтировали. Екатерина Погорелова расскажет подробности. В Красноярске после капитального ремонта открывается гимназия номер 7. Ремонт в здании шел почти год, однако в понедельник в школе снова зазвенит. Звонок на урок. За время ремонта строители проделали огромную работу. Это май 2015 года. Внутри школы разрушены стены, лестницы, а в полу зияют дыры. Здание построено в 49-м году и нуждалось в серьезном ремонте. Но спустя полгода картина заметно изменилась. Теперь здание отвечает всем современным требованиям. За процессом внимательно наблюдали не только работники школы, но и родители. За процессом ремонта следили постоянно. Людцебравна собирала и управляющий совет, и родители информировала. И были какие-либо проблемы, решали все в рабочем порядке. То есть строители шли все время навстречу, меняли проектные решения. И в принципе, я считаю, что благодаря общим усилиям и получили такие результаты. Сейчас в Красноярске ремонтируют еще шесть образовательных учреждений. В основном это старые здания, в которых не один десяток лет учили школьников. Как говорят специалисты, порой возникают трудности с ремонтом, но конечный результат этого стоит. Главой города Эдхама Макбулатовым поставлена задача строго контролировать ремонтные работы. Реконструкция, модернизация таких школ – это, конечно, сейчас одно из важных направлений работы. Надо сказать, что мы сейчас вышли на довольно большие цифры. То есть раньше две-три школы мы капитально ремонтировали. В этом году, в 2016 году мы должны завершить капитальным ремонтом в 2016 и, может быть, в начале 2017 года шесть объектов школ. Как раз вот такая ситуация, где мы должны привести в современное состояние, ну, довольно, скажем так, уважаемые и уже пожилые достаточно объекты образования. Тем не менее, вы видите, что достаточно успешно можно их модернизировать. Гимназия номер семь состоит из двух корпусов. Теперь на очереди здание, в котором находится начальная школа. Во время ремонта уроки для младших учеников будут проходить в отремонтированном корпусе. Образовательный процесс здесь начнется уже в понедельник. 18 января дети уже сюда заходят и зайдет сюда 780 ребятишек, начиная с седьмого класса, вернее, с первого по седьмой класс. Эти дети будут учиться здесь, по восьмой класс. Остальные дети еще будут учиться в других образовательных учреждениях. Также рядом со школой будет обустроена спортивная площадка, на которой расположится футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, беговая дорожка. Заниматься здесь смогут не только школьники, но и жители района. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости. В крае начали подготовку к крещению. Это один из основных православных праздников. По традиции многие из верующих отправятся окунуться в освященные купели. Сейчас специалисты берут пробы воды в водоемах и определяют места для омовений. Где они будут расположены и кому спасатели не рекомендуют погружаться в воду, узнавал Александр Ловицкий. В этом году на крещение в Красноярске на всем привычной базаехе купелей не будет. Более того, это место перекроют и здесь будут дежурить полицейские, чтобы не допустить самовольной вырубки льда. Дело в том, что это место уже не отвечает элементарным требованиям безопасности, говорят специалисты. Из-за перепадов уровня воды подо льдом образуется воздух, и из-за этого он может попросту треснуть. К тому же на базаехе неудобные спуски, а сама купель была далеко от машин, где люди могли погреться. Взамен этого места купель соорудят на левом берегу Енисея, напротив центрального парка. Причем это будет не просто прорубь, а построенный из дерева бассейн размером 2 на 3 метра с проточной речной водой. Возводить конструкцию уже начали. В непосредственной близости с этой купелью, для того, чтобы возможность была переодеться комфортно, будут установлены два модуля. Один модуль для женщин, другой модуль для мужчин. Они будут обеспечены внутри теплом, скамеечкой, решала. Будем установить там, ну или предоставим возможность испить горячего чая, чтобы согреться. Также для удобства горожан сделают теплый модуль, где люди будут ждать своей очереди на погружение в воду, пункты обогрева и парковку на 500 мест. На месте будут дежурить полицейские, спасатели и бригады скорой помощи. К слову, в краевом центре это будет единственное официальное место для омовения. Воду здесь осветят 18 января в 23.50, а окунуться можно будет с полуночи вплоть до 9 часов вечера 19 января. Пусть оно будет действительно одно, пусть оно будет длиться сутки. Мы готовы дежурить сутки, мы готовы действительно привлечь людей и оказывать помощь людям. Но это будет под контролем, это будет грамотно, это будет безопасно прежде всего. При этом спасатели предупреждают. В ночь на 19 января ожидается 30-ти градусный мороз, поэтому перед тем, как погружаться в ледяную воду, нужно посоветоваться с докторами. Детям и пожилым людям вовсе не рекомендуют окунаться. Тем более, что сам праздник крещения этому не обязывает, говорят в епархии. Если человек уж имеет такое желание очиститься, то пусть, прежде всего, погружаясь, очистится от своих каких-то внутренних страстей, духовных переживаний, болезней. Побудить себя прийти в храм, исповедоваться, причаститься, соблюдать заповеди Божии. Также специалисты настоятельно просят не использовать воду из любой купели для питья или приготовления пищи. Всего в крае будет 45 мест для погружения в воду и 4 источника для забора воды. Сейчас все водоемы проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора. В настоящее время отобрано 47 проб воды из водоемов на вирусологические и микробиологические показатели. И две пробы из источника питьевого водоснабжения. Это в поселке Новоалексеевка Манского района и в поселке Миндерла Сухобуземского района. Пробы воды исследуют уже в ближайшее время. Список всех официально разрешенных купелей будет появляться на сайте Роспотребнадзора в режиме реального времени. Александр Ловицкий, Всеволод Никитин. Новости. Спасатели переместили в теплые загоны брошенных на морозе цирковых животных. А в Роевом ручье для питомцев ввели особый зимний рацион. Как спасают зверей в морозы, расскажем в третьей части выпуска. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Куры яйцами завалили. Вы слаблены, вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как помог. Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение телекарта. Живите с легкостью. Возвращаемся к новостям. В Красноярске провели необычную спасательную операцию. Помогать пришлось цирковым животным. А именно, трём медведям, двум верблюдам, лошади и собаки. Напомним, накануне появилась информация о том, что звери вместе с дрессировщиком остались мерзнуть на улице. Дело в том, что у передвижного цирка Шепито закончился контракт с украдителем. А новый он еще не успел заключить. И в итоге остался с питомцами на морозе. Мужчине предоставили площадь и теплую палатку в Солнечном. Горожане, в свою очередь, приходили и помогали артистам едой и деньгами. Чтобы перевезти животных в надлежащие условия, спасатели задействовали три спецавтомобиля. На новое место, а именно в конный клуб, где их ждет уход и теплые загоны, животных доставляли двумя партиями. Медведей перевезли на грузовике, а верблюды, лошадь и собака конвоем пошли до нового жилища по улицам Красноярска. Уже послезавтра артисты отправятся на гастроли в Новосибирск. Это специфическое мероприятие, которое, я уже напоминаю, не входит в функцию. Но, тем не менее, МЧС России в лице специализированной пожарно-спасательной части этим мероприятием обязательно занимается. Сейчас мы перевозим животных в конно-спортивный клуб. Там теплое помещение для лошадей, верблюдов и медведей. Они живы, здоровы, не болеют, накормлены, сыты. Сейчас перевезем в теплое помещение, все будет прекрасно. К сильным морозам готовятся работники и обитатели Красноярского зоопарка Роев Ручей. У животных особый зимний рацион. Им дают больше корма и добавляют витамины для профилактики простудных заболеваний. Как обезьяны и зубры спасаются от холодов и вирусов, расскажет Сергей Сеславин. Питомцы Красноярского парка флоры и фауны готовы встретить грядущие холода. У многих животных, обитающих зимой на улице, есть отапливаемые жилища, а объем пищи, которую они съедают каждый день, увеличен на треть. К примеру, с наступлением 20-ти градусных морозов зубров начали поить горячей водой, несмотря на теплый мех и подкожный жир. Этим здоровякам все равно бывает холодно. В день каждый из этих быков выпивает до 60 литров воды. При этом у них идет согрев организма. Также начинаем подкармливать, то есть побольше кормов давать. Хищным птицам, таким как ястребы, совы, орлы и соколы, дают больше мяса. Калорийная еда лучше согревает в морозы и позволяет пернатым чувствовать себя в неволе более комфортно. Стоит отметить, что благодаря обильному питанию медведи зимой в зоопарке практически не впадают в спячку. Но сейчас с приходом холодов все чаще прячутся в свои берлоги. Бурые мишки не спят в зоопарках, в спячку не уходят. Если и дремлют, то может быть там на сутки-надвое скрываются свои берлоги импровизированные. Сейчас у нас достаточно долгое время уже продолжительные морозы, да, и поэтому где-то недели две мы их последние не видели. Как говорят сотрудники зоопарка, экзотические животные, а это прежде всего различные виды обезьян, даже не знают, что сейчас зима. Их поместили в теплые вольеры, когда ночные температуры опустились ниже плюс 16 градусов, кормят фруктами, а также чесноком, луком и медом. Все это нужно, чтобы уберечь животных от вирусов. По этой же причине вентиляция в коридоре и вольерах раздельная, а простудившихся зоологов не допускают к работе с животными. Человек относится к приматам, поэтому не очень красиво сравнивать. Мы находимся практически на одной эволюционной ветке, и животные, именно приматы, они подвержены к снижению температур, так же, как люди могут болеть, теми же самыми заболеваниями, включая инфекционные. Допустим, у нас во время зимнего содержания, осенне-зимнего, специально несколько часов в день работают бактерицидные лампы. С таким рационом питомцы зоопарка будут жить до весны, пока в их меню снова не вернется свежая местная зелень и овощи. Сергей Сеславин, Павел Пателицын. Новости. Это был последний сюжет выпуска. Телефон редакции для ваших сообщений 236-0136. Наш адрес в интернете енисей.тв. Далее смотрите прогноз погоды на завтра.